Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я отвечу на главный и интересующий многих вопрос. Куда же я пропал? Почему три недели не было видосов? Друзья, на самом деле я шучу, это не тема выпуска. Просто вкратце хочу поделиться, что же всё-таки произошло. У меня состоялся глобальный переезд, и как видите, у меня сейчас нету сзади хромакея. Для тех, кто не знает, это зелёный фон, с помощью которого я могу наложить любую картинку. Ну, то есть у меня раньше были кирпичи белые. И, в общем-то, как-то так получилось, что хромакейс, скорее всего, остался где-то в коробке, а коробку мы, собственно, выкинули. И, может быть, это даже к лучшему. Почему? Потому что сейчас я готовлю два рабочих места, и это будут именно две такие зоны, где буду проводить съёмку. Думаю, должно получиться очень даже хорошо, и если вы меня в этом поддержите, там, лайками, комментариями, то я постараюсь побыстрее снять такой выпуск. Ну что, давайте теперь перейдём ближе к теме выпуска. Фишки айфона, о которых вы не знали. Поехали! Итак, друзья, первая фишка. Знаете ли вы, что можно использовать в тексте курсор? Нет? Ну, тогда вот вам, пожалуйста. Используя функцию 3D Touch, вы можете просто провалиться в клавиатуру и перемещать курсор туда, куда вам нужно. Очень удобно. Для таких моделей, как 10R, хоть и новинка, но функции 3D Touch в ней нету, либо моделей iPhone 5S 6, так как у них отсутствует также 3D Touch, можно использовать точно такую же функцию, но только нужно будет удержать пробел. Тоже очень удобно. Итак, друзья, вторая фишка очень интересная. Я почему-то до сих пор не понимаю, почему люди устанавливают приложение QR-код. Зачем оно нужно? В айфонах и так есть эта функция, встроенная в камеру. Для этого достаточно просто открыть камеру, навести его на QR-код и, вуаля, пожалуйста, камера вам выдаст нужную информацию. Для тех людей, у кого эта функция почему-то не работает, зайдите в настройки камеры и проверьте, может быть, у вас эта функция просто-напросто выключена. Ну что ж, поехали дальше. Итак, друзья, третья фишка может оказаться правда, может быть, нет. Но если это не правда, то я не знаю, почему до сих пор Apple не выпилила эту функцию из прошивки, потому что она уже давно присутствует. А если это правда, то можете просто попробовать. Для этого запускаете любое приложение, нажимаете кнопку «Выключить телефон», потом удерживаете кнопку «Домой» и держите до того состояния, пока у вас экран не заморгает. Как только экран заморгал, у вас обновляется полностью вся ваша система и таким образом якобы происходит очистка памяти. Но это не точно. Итак, друзья, переходим к четвертой фишке айфонов. Если у вас модель до 10-го айфона, то в левом верхнем углу, смахнув пальцем слева направо, вы можете открыть многозадачность. Мелочь, но тем не менее, эта функция работает, она есть и не приходится нажимать два раза кнопку «Домой». Если у вас модель айфона более новая, начиная с 10-ки и выше, то в нижней части вот этого ползунка вы можете просто взмахнуть его влево либо вправо и таким образом перелистывать многозадачность. Очень удобно. Прям вообще класс. Ну что ж, друзья, последняя пятая фишка в этом выпуске и она мне очень прям нравится. Если вы пишете какой-то текст и пришло вам какое-то, может быть, уведомление очень бесячее, либо просто вы беситесь от того, что написали, потрясите этот айфон и он вам предложит отменить этот текст или нет. Ну, таким образом просто быстро стираете все, что написали. Очень удобно, прям классно. Ну что ж, друзья, надеюсь, выпуск вам был полезен. Если да, то обязательно поддержите меня лайком, оставляйте свое мнение в комментариях и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Всем желаю удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok